Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Я, Ирина Михайловна Горковенко, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока «Сложные случаи постановки знаков препинания в сложном предложении». Сегодня на уроке мы продолжим работу по изучению пунктуации в сложно подчиненном предложении. Целью нашего урока станет не только повторение уже известных нам случаем постановки знаков препинания в сложно подчиненном предложении, но и углубление знаний по этой теме. В ходе урока мы ответим на следующие вопросы. В чем заключается трудность постановки знаков препинания в сложном предложении? В каких случаях подчинительные союзы не отделяются запятой? Только живописца можно назвать художником. Наш урок хочу начать с высказывания Бернарда Шоу. Известно, что единственный путь к познанию – это деятельность. Надеюсь, наш урок сегодня будет плодотворным. А для начала предлагаю решить кроссворд и повторить правила. Внимание! Вопросы по горизонтали. Как называется вид сложного предложения, для которого характерны деление на две основные части – главную и предаточную? Сложно подчиненные. Какие это союзы? Но, а, однако. Противительные. Какие это союзы? И, да, как, как, так и. Союзы соединительные. Чем связываются части сложно подчиненного предложения? Союзами. Части сложно сочиненного предложения равноправны. Зависимые предложения могут быть однородными. Какое сложное предложение имеет две или более грамматических основ? Бессоюзное. По вертикали. Какое предложение имеет две или более грамматических основ? Сложное. Как называются простые предложения, соединенные союзами? Сочинительными. В каком предложении составные части грамматически не зависят друг от друга, то есть они равноправны? Сложное сочиненное. Сложное подчиненное предложение – это вид сложного предложения, для которого характерны деления на две основные части – главную и предаточную. Уверена, вы справились. Вспомнили, какие предложения называются сложными. Предлагаю выполнить синтаксический разбор такого предложения. Кистью и красками в портрете создает картину, которая передает внешний облик человека, и которая без слов многое рассказывает о нем. Посмотрим, что у вас получилось. Это сложное предложение с однородным подчинением. Вы обратили внимание на отсутствие запятой между предаточными предложениями? Это не единственный случай, когда перед предаточной частью не ставится запятая. Есть и другие, особые случаи. О них мы узнаем сегодня. Обратимся к первому случаю. Предаточная не отделяется запятой. Если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит частица «не» или союзы «и», «либо», «или», «ни», «ни». Мы увидели эту картину не когда художник закончил ее, а во время работы над ней. Если перед подчинительным союзом или союзным словом стоят слова «особенно», «просто», «в частности», «то есть», «например». Запятая после этих слов не ставится. То, что я слышу, не имеет значения. Важно то, что я вижу, особенно когда я закрываю глаза. Если перед подчинительным союзом стоят частицы «только», «как раз», «исключительно», «лишь», «запятая» ставятся перед ними. Я приду только чтобы лишний раз убедиться в непревзойденности его искусства. Если придаточное предложение состоит из одного только союзного слова. Я бы тоже желал знать почему. Сложный союз расчленяется запятой. Если перед ним стоит отрицательная частица «не», другие частицы или водное слово. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику. Если первая часть включена в ряд однородных членов или параллельных конструкций. Но или потому, что он так любил архитектуру, или потому, что он только так мог все вспомнить, он долго бродил по улицам города. Однородные части в сложных предложениях не разделяются запятой. Если у двух частей, соединенных с сочинительной связью, есть общее придаточное предложение. Когда краски на холсте высохнут, работа не потеряет яркости, и каждый штрих будет казаться легким. Если однородные части соединены одиночным союзом «и», «или», «либо». Я приподнимаюсь на цыпочки, но все равно не вижу, что это его так увлекло, и что получится на холсте. Разбирая предложение, вы, наверное, догадались, о каком слове пойдет речь в нашей рубрике. Предлагаю поговорить о слове «художник». «Художник» в широком смысле – это собирательный термин для обозначения человека, который занимается любым видом искусства. Хотя для большинства людей это определение в первую очередь ассоциируется со словом «живописец». Лексическое значение. «Художник» – человек, занимающийся изобразительным искусством, в более широком смысле – деятель искусства. Этимология. Славянское слово «художник» образовано от утраченного ныне общеславянского слова, которое является древним заимствованием из готского языка или другого древнегерманского диалекта, а в германских языках восходит к обозначению руки – «хэнд». Слово в речи. Кисть, которой водит художник, должна обмакиваться в разум. О Грифеле и Аристотеле говорили, что он больше оставляет для мыслей, чем для глаз. Синонимы к слову «художник» – живописец, скульптор, портретист, рисовальщик, пейзажист, акварелист, гравер, колорист, иллюстратор, баталист, карикатурист, архитектор. Предлагаю выполнить следующее задание. Расставьте знаки припинания, объясняя их. Задумчиво смотрим на портретную живопись Боровиковского. Именно задумчиво. Хотя не каждый ответит, почему. Может быть, стараемся понять тайну гармонии цвета? А может быть, пытаемся понять, и что хотел сказать художник. И о чем думали, мечтали герои его картин. Удивительно, но всю прелесть этих полотен мы понимаем не когда любуемся ими, а много позднее, когда вновь и вновь вспоминаем чудные образы, созданные кистью талантливого художника. Справились? Проверьте себя. Может быть, стараемся опознать тайну гармонии цвета? Отделяя части сложносочиненного предложения. А может быть, пытаемся понять, и что хотел сказать художник? Сложносочиненное предложение с повторяющимся союзом и. И о чем думали, мечтали герои его картин? Удивительно, но всю прелесть этих полотен мы понимаем не запятую не ставим, если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит частица «не». Когда любуемся ими, а много позднее. Отделяют предикативную часть сложно подчиненного предложения. Когда вновь и вновь вспоминаем чудные образы, созданные кистью талантливого художника. Приступим к следующему заданию. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. Когда прошло минут пять после звонка, и никто еще не входил, наступило такое предчувствие счастья, что, казалось, сердце не выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется, и географ по привычке своей почти бегом летит в класс. Предлагаю проверить. Запятые ставятся на месте цифр два, три, четыре. А теперь объясните отсутствие знаков припинания. Не знаю почему, но я его не понимал. А. Предаточное предложение состоит из одного только союзного слова. Б. Перед подчинительным союзом стоят частицы. В. Перед подчинительным союзом или союзным словом стоит частица «не». Конечно, правильный вариант А, если предаточное предложение состоит из одного только союзного слова. А. Предлагаю прослушать удивительную притчу. Любовь живет в сердце. Старый художник сказал своим ученикам. «Я учил вас три года. Теперь идите, ищите сокровища жизни». «Что это за сокровища, учитель?» – удивились ученики. «Сокровища мудрости, веры, красоты, трудолюбия. Если вы передадите на своих полотнах эти чувства, ваши работы станут шедеврами». «Учитель, вы забыли сказать о любви?» – заметил самый молодой ученик. «Тайны человеческой жизни велики, но тайны любви – самая загадочная и недоступная. Только тот, кто любит всем сердцем, может открыть ее», – задумчиво проговорил учитель. Ученики вернулись и принесли учителя своей картины, лишь когда прошел год. Многие полотна были так хороши, что вызывали возгласы восхищения, и что каждый ученик был удивлен работой другого. Самый молодой ученик принес портрет юной девушки. Словно живая, прижав к груди букет ромашек, с портрета улыбалась девушка. «Я открыл тайны любви. Учитель!» – оскрикнул ученик. «Где же тут любовь?» – насмешливо спросили его остальные. «Любовь живет в моем сердце», – сияя, – ответил юноша. «Но искры любви сверкают в глазах моей любимой, краснеет румянцев на ее щеках и прячется в ее улыбке». Все долго смотрели на портрет девушки и не могли отвести от него глаз, особенно, когда художник стоял рядом. Обратимся к предложениям со сложными случаями расстановки знаков припинания. Объясните правила пунктуации в этих предложениях. Ученики вернулись и принесли учителю свои картины, лишь когда прошел год. Это сложно подчиненное предложение с предаточным временем. Запятая не ставится перед подчинительным союзом, потому что стоит частица «лиш». Многие полотна были так хороши, что вызывали возгласы и восхищение, и что каждый ученик был удивлен работой другого. Это сложно подчиненное предложение с однородными предаточными, которые соединены одиночным союзом «и». Это и объясняет отсутствие запятой. Все долго смотрели на портрет девушки и не могли отвести от него глаз, особенно когда художник стоял рядом. В этом сложно подчиненном предложении перед подчинительным союзом запятая не ставится, так как есть слово «особенно». Как четко и красиво передана основная мысль. Конечно, благодаря себе. Вот и подходит наш урок к завершению. В ходе урока мы выяснили, в чем заключается трудность постановки знаков припинания в сложном предложении. В каких случаях подчинительные союзы не отделяются запятой. Не только живописца можно назвать художника. А наш урок хочу закончить словами Сергея Николаевича Булгакова. Каждый человек есть художник своей собственной жизни, черпающий силы вдохновения в себе самом. Желаю вам вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok